Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Гео Мир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня мы с вами отправимся в Тульскую область, посмотрим где обитают здесь динозавры. Есть тут очень удивительное, уникальное такое место. Но на самом деле оно не особо уж удивительное и уникальное, так как про него немножечко забыли. Но мы давайте с вами посмотрим, обсудим, поговорим об этом месте. Итак, мы с вами отправляемся в путешествие в такое место в Тульской области, как Золотой город. Вот здесь он находится, мы его потом отдельно посмотрим. Вначале все-таки я хочу посмотреть, где обитают динозавры, а вот на такой площади достаточно огромной. Здесь несколько гектар занимают огромные статуи динозавров. Конечно, может быть для кого-то это не станет каким-то удивлением, но я вот первый раз вижу такое. Посмотрите, это заброшенный парк. Конечно же никаких тут ни останков, ни живых динозавров нет в Тульской области. Но тем не менее, только посмотрите, как это все выглядит фантастически, так футуристически. Необыкновенная такая картина наблюдается вот в этом поле, где находятся огромнейшие статуи динозавров. Да, когда-то это планировался такой парк развлечений, довольно-таки большой. Посмотрите, здесь есть всевозможные вот такие вот карусельки, то есть развлечения для детей и для взрослых. Плюс огромные статуи динозавров. Тут буквально они вот в натуральную величину выполнены. И сейчас они находятся вот в таком запустении. Очень обидно, конечно же, что данный парк заброшен. Я думаю, что туристов здесь было бы немало, так как территория просто огромнейшая. Скульптуры очень реалистичны и выполнены вот до мельчайших деталей. Вы только посмотрите на них, как они выглядят. Вот так вот вдали такое изображение. Здесь, я думаю, что не доделал, наверное, как-то голова, челюсть вот этого тираннозавра. Травоядные. Вы только посмотрите, как фантастически выглядит вот это вот изображение. С открытой пастью динозавра где-то вот там вдали пробирается сквозь вот такие заросли. Некоторые скульптуры, конечно же, вот я посмотрел, они, ну, не особо реалистично выглядят. Но, тем не менее, если смотреть на них издалека, конечно же, они совсем иначе смотрятся. Сегодня я покажу вам довольно-таки много изображений по данному парку. Не просто так будем рассматривать с вами по картам, как обычно, данную местность. А именно, посмотрим с вами изображение. Вот смотрите, сколько вложено сюда денег, и все это просто так пропадает сейчас. Никому не нужно, уже я начал ржаветь вот так вот все. Вот как это так? Почему это все не пошло? Я, конечно же, не знаю, да, судить со стороны очень сложно. Но я думаю, что парк пользовался бы популярностью, если бы его раскрутили бы в полном объеме. Но, посмотрите, здесь, где установлены эти динозавры, да, на самом деле, ну, как бы все, можно сказать, запущено. Запущено также и вот где есть места вот такие вот развлекательные в качестве всевозможных аттракционов. Но если мы с вами отправимся в сам золотой город, то здесь все функционирует, все вроде бы неплохо. Вот так он выглядит, золотой город. То есть это, можно сказать, такая база отдыха, как бы. Вот тоже, давайте посмотрим несколько изображений, и вы сами убедитесь, что здесь все, конечно же, выглядит неплохо. Да, что из себя представляет этот золотой город? Давайте я немножечко тоже расскажу по этому поводу. Вот здесь все строения выполнены вот в таком, ну, можно сказать, азиатском стиле, да. Посмотрите, китайские и героглифы здесь расположены. Вот, посмотрите, что напоминает вот это здание. Ну, мне кажется, какой-то дворец в китайском стиле, или как там правильно его назвать, азиатском стиле. Ну, вот подобные строения мы можем наблюдать с вами только в Китае. Даже такая ротоночка выглядит, посмотрите, тоже в китайском стиле. А почему не в китайском? Почему не в русском стиле, в славянском стиле? Почему бы не сделать? Это же Тульская область, фактически центр России. Почему бы не построить какие-то сооружения по типу, там, древнеславянских построек. Да, территория вот этого парка, золотой город, конечно же, выглядит здорово. Вот такие вот фонтанчики, переходы, мостики. Все здорово, очень неплохо. Но вот, судя по отзывам, такой стиль в центре России, азиатский, немножечко как-то напрягает. Мне вот, например, больше нравится вот такой стиль постройки. Почему бы не сделать это все в древнем русском стиле, в древнем славянском стиле данный парк? Зачем нужна китайская какая-то история, мифология? Нет, я ни в коем случае не призываю, там, к какому-то национализму, там, и так далее. Нет, не подумайте. Ни в коем случае. Конечно же, всякая культура очень красивая и необыкновенна. Но у нас есть своя. Для чего в центре России строить, допустим, те же парки, которые располагаются там в Азии? Для чего это надо? В центре России должны быть вот такие вот города, вот такие вот парки с нашей стилистикой, с древней славянской какой-то символикой, атрибутикой и так далее. Разве не так, друзья мои? Если я не прав, напишите в комментариях. Может быть, что-то не так, конечно же. Я не знаю. Но для меня это ближе, приятнее. Мы и так с вами живем по китайскому календарю, хотя есть свой древний славянский календарь. То же самое. И сейчас у нас идет год златорогого тура, либо быка. Но ни в коем случае не как год тигра. Мы встретили с вами год тигра 31 декабря на 1 января. А хотя китайцы встречают намного позже это все дело. Для чего же мы тогда встречались с вами? Совсем позабыли свою историю, свою значимость, вообще свою сущность в этом мире. Что происходит-то? Вот такое интересное место мы с вами сегодня рассмотрели, друзья мои. Как вы думаете, есть у него шанс на дальнейшее существование? Возможно, что вот этот парк возродится, динозавров? Или все-таки он останется в таком запущении? Как вы считаете? Напишите в комментариях, пожалуйста. Вот знаете, после просмотра таких изображений, вот когда вот эти статуи динозавров находятся вот в таких вот зарослях, в кустах спрятаны, мне кажется, это смотрится более даже реалистично, если бы тут все было бы скошено, выложено там плиткой как-то, все было так оборудовано, даже вот тут уже и то, и не то. А здесь как будто бы на самом деле, вот в дикой природе эти динозавры там ходят, охотятся, и на самом деле будто бы они живые. Посмотрите, вот так, будто бы они в дикой природе находятся на самом деле. Не правда ли? Посмотрите. Думаю, лучше этот парк оставить именно вот таким. Ну, за посещение здесь даже вот при таких условиях, где нет никаких дорожек, там где можно пройти, все равно берут деньги. Хотя условия именно подойти к этим фигурам, там, не знаю, сфотографироваться, нет таких возможностей. Там дождь прошел, грязно, по этой траве прошел, там испачкался в одежде, довольно-таки сложно. Но вот именно вот в этих зарослях, так называемых, в траве, динозавры смотрятся более реалистично. Не так ли, друзья мои? Может быть, я не прав, конечно же. Тоже напишите в комментариях по этому поводу, что вы думаете. Посмотрите. Вот буквально как будто бы они на самом деле там двигаются где-то. Смотрите, как интересно. Ну, а на этом я буду заканчивать свой такой небольшой и необычный сегодняшний видеоролик, друзья мои. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели его до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а этот ролик, я надеюсь, для вас был хотя бы немножечко интересен и полезен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!